Всем привет! В очередной раз Владимир Беверли-Хиллс, в данном случае Соединенные Джунгли Америки. Вот прямо-таки перед деревом, смотрите, стою. А дерево-то является самым большим деревом в Беверли-Хиллсе. Вот эти плоды называются они фиги, инжиры. Вот он, инжир, смотрите, да, настоящий. Только листья у него отличаются от настоящего инжира, ну, просто потому что этот инжир был привезен из Новой Зеландии, из Австралии, а не из Палестины, как фигус карик, это традиционный наш инжир, к которому мы привыкли, смог бы говорить по-русски. Для тех, кто не очень понял, где же все-таки я хожу по художественной выставке. Вот позади меня находится надпись Беверли-Хиллс. А Беверли это вообще древнее, латинское, древнеанглийское название, которое назначалось раньше Биверлейк, то есть это было бобриное боброво озеро. Но потом Биверлейк стала Биверли-Беверли, и в конце концов стала женским именем. Все хотят что-то иметь необычное в своем имене. Помимо всего этого, здесь еще есть Беверли-Хиллс-Historical Association, ну, то есть Society, вот видите, написано. И ребята предлагают всякую интересную историю про ранние... А, hey guys, where did the name Беверли come from? What is it, Беверли? There was a town in Massachusetts. Yeah, but names, I know this is like a woman's name. A woman's name? Yeah, but... But there was a town called Beverly, Massachusetts. We don't know the origination of Beverly. Beverly? Who is Beverly? Scottish, maybe? No, I don't know. Okay, here is a Russian hint. Beverly is a Beaver Lake, and it used to be in England for a long time. Beaver Lake, Beaver Lake, Beverly Lake, and it became like... We were saying instead of Palm Springs, we say Palm Springs, and they started to say it Beverly. Okay, I got... Tour guide from Los Angeles, guys. Thank you anyway. Russian snow. До свидания. Да, вот просветил, ребята, откуда произошло название Беверли-Хиллз, на самом деле. А это вот историческое общество. Да, они не знали. Ну, слава богу, теперь знают. Ура, ура, ура. Ну, и потом не забываем про инсталляцию, которая здесь уже лежит давно. Я ее в шутку называю печень кинозвезды или звезды Голливуда, сделанной из нержавейки, с красивым названием, не названная, номер 151. Ну, давайте посмотрим. Erratic называется, Roxy Paint. Примерно такое же изваяние, только из черного гранита, из красного гранита лежит перед Банком Америке в Сан-Франциско. Но мы ее называем печень банкира. Продолжаем наше путешествие по выставке изобразительных искусств в Беверли-Хиллз. Народ фотографируется с художниками, живые, я вам скажу, легенды. Так, скульптуры, очень симпатичные. Из камня. Живопись. Наверное, более интересно смотреть на людей, нежели на художественные произведения. Космонавты с бабочками. 4500. Вот эта работа стоит 4500. О, вот такая интересная вещь. Тут у нас, конечно, океаны и моря. Эта работа стоит 12600. Прямо перед нами дерево, которое называется фикус макрофилия. Или просто фикус. Я так подозреваю, что у него наверху, то у него и под землей. Корни волшебные. Такое дерево искусственно пассажное. Находится на станции в Санта-Барбаре. Ну и, сами понимаете, что оно самое большое в США. Под ним может уместиться 10 тысяч человек. Здесь в Санта-Барбаре чуть меньше. Так, это у нас в Вайн-Ан-Бир-Гарден. Искусство искусством, но иногда хочется и поправить настроение. Ну, в общем, я смотрю, да. Абстрактные и геометрические работы наиболее популярны. Детей у нас сегодня нет. Зато в каждом доме по две собаки. Раз ребенок стоит 20 тысяч долларов в год. Чего бы не завести собаку, дешевле обходится. Пальмы, пальмы. Ну, пальмы, на самом деле, мало кто умеет рисовать. По большому счету, если кто-то это и делает, ну, в общем, получается такая чисто типичная кичуха. Шарон Майард. Что у нас здесь? Ну, тоже подобен. Необыкновенных вещей. Коровки, коровки. Как же без них? Да, это вот, кстати, часто здесь употребляется. Всем нравится все. Если кто-то вспоминает слово молоко, говорят психологи, психоаналитики, сразу же переговоры идут в нужном русле, потому что молоко как-то ассоциируется, слово milk, молоко ассоциируется с детством. А в детстве, как вы были, понимаете, все было хорошо и было много молока. Как говорится, не знаешь, какую машину купить. Купи Toyota. Не знаешь, какую картину нарисовать. Нарисуй американский флаг, и он будет продаваться. Рейнджер. Половина нарисованная, половина настоящего. А если у вас еще осталось место на даче, вот можете сделать две таких пластины фанерные, или с дерева дырочки прорезать, и кидаться потом этими мешками. Например, берешь вот так вот мешок, с расстояния пытаешься в него попасть. Если попал, молодец. Сколько ты очков твоих? Помню, работал я для одной американской компании, и они мне говорили, корми туристов, корми туристов. Food sells. Да, еда продается. Это по-натуральному. Для тех, кто работает тургидом, поделюсь своей находкой. Если у вас особо есть дети, обязательно делайте остановочку возле мороженого где-нибудь. А мне, друзья, повезло. Я увидел настоящего художника, который рисует картинку с надписью Beverly Hills. Это у меня настоящая палитра. Это акрилик или ойл? Ойл. Ойл. Олд-фашн-стайл, Дэн. Окей, кул. Это она использует масло для живописи. Я спросил, может, это акрилик. Она говорит, нет, это у нас ойл. Масляные краски. Ну и так вот выглядит ее, наверное, работаем. А это вот интересная работа, которая на самом деле описывает мой Лос-Анджелес. Серое небо, серый город, серые асфальты, серые автомобили. Необычно, необычно. Стоимость 3,200. Размер 30 на 40 дюймов. Ну, это посчитайте, умножаем на 2,5. Ну, ноги не поместились, хотя это может быть и к лучшему. Некоторые считают, что чем длиннее ноги, тем лучше. Ну, представьте, на таких ногах беременную женщину опасность для жизни, наверное, все-таки будет представлять. Ну, вот это вот, да. Это шедевр. Фуд селс. Еда продается. Да, это, пожалуй, одно из самых больших развлечений на самом деле. Продолжаем наше путешествие по выставке. И, как всегда, абстракт. Ну, я смотрю абстракта действительно много. По какой причине? Во-первых, рисовать реалистическое очень трудно. Рисовать абстракт достаточно легко. Любой человек, знающий, как разбрызгивать краску, вам спокойно может ее набрызгать, сколько угодно. Это вообще без проблем. Это, кстати, прямо перед нами открывается вид на администрацию города в стиле Ренессанса. Вот она вот впереди, прямо перед нами 1920-х годов. Я уж не помню точно, ну, допустим, 24-го года. Так, глянем все-таки на... Это вот живопись, да? Может быть, я не знаю. oil on canvas, да, 7750 стоит. Delorco. Это тоже oil on canvas, 5500. Ну, либо тут такие в Америке дела, либо это гиперреализм, ну, то есть цветная фотография, либо это абстракт. Абстракт жикле, limited edition, ну, по 1000 долларов. Вот, у кого денег нет на oil, так сказать, на... А непосредственно оригинал, то могут купить и печать, жикле. Это на холсте печатают. Обычно скульптуры. Вообще, в каждом хорошем доме, конечно, должна стоять скульптура. А уж особенно вот такая вот необычная. Смотрите. Если это бронза, так бронза, да, бронза. Супер. Хотя бы стиль есть. Настоящий стиль, да. Сегодня очень важно, чтобы был стиль, чтобы художник отличался. Можно что угодно делать, но если в этой работе есть стиль, то, пожалуй, художник состоялся. Скульптура. Да, Беверли-Хиллз был основан художниками. Все-таки это были люди из Голливуда, поэтому тут очень много скульптур. Кстати, это была привезена из Европы, поэтому вот эти вот дырки, это не просто дырки, это следы от шрапнели, потому что она пострадала во время Первой мировой войны и потом каким-то чудесным образом оказалась в Беверли-Хиллз. Какие замечательные все-таки посуды. Прямо супер. Ну, пазабрики тут у нас какие-то. Полосочки разноцветные тоже пользуются большой популярностью. Причем у них, по-моему, жидкость. Вот это вот продано. Стоимость 980. Цена, кстати, не за небесные. Я вам скажу, 980 это две пломбы у хорошего доктора в зубах. Вот, потрясающее кресло. 4 тысячи она стоит. Это 1200. 1200. Работал он над ней, наверное, этим креслом ну, как минимум неделю, а то и две. За это время в общем таксист может тоже заработать 1200, я думаю, в Америке. Ну, то есть в Лос-Анджелсе легко. О, наконец-то что-то похожее на реализм. И почем это? Здесь по 4 тысячи, по 6 тысяч. Ну, молодцы, хоть какие-то нормальные цены. 2000 здесь. 1500. 4700. Это Ричард Оливер. Будем считать, что местным. вот скорее всего тут была презентация. Тут художник вот разбрызгивал а-ля полок, понимаешь, кисточками краску на холсты и получилось вот эту или вот вот эту. Или я подозреваю вот это тоже получилось. Сама художница же ходит в перчатках, потому что иначе Can I see your gloves, please? So this is the tools you create and the masterpieces. Так, посмотрим, как же художник работает над своей картиной. Зовут ее Диана Корей или Кари. Вот она берет маленькую кисточку, макает ее в большую баночку и потом так с радостью в общем стряхивает краску на поверхность. Получается что-то в общем такое необычное. На всяком случае можно объяснить что некоторые вещи в нашем мире нуждаются в вертикальной поддержке. Да, что такое действительно не придумаешь ради продажи. Да, в нынешнее время конечно надо что-нибудь такое железобетонное чтобы чувствовалось что оно по весу хотя бы большое тогда и цену можно попросить серьезную. А так вообще-то господин Марк Ротко уже все это давно сделал. Просто он рисовал не один черный вот этот вот прямоугольник внизу целых три например. Таким образом достигалась гармония с изображением. Ну нет ничего нового в мире все уже египтяне изобрели я вам скажу что выставка достаточно простенькая но кто-то вот тут вот решил все-таки в цивилизацию принести некоторого аромата. Кстати пахнет красочкой достаточно хорошо. Цена не указана но судя по тому что это маленькая шестьсот а это большая в общем прайс опон реквест спрашивайте мы ответим это примерно то же самое. Амарисор how much is this big one? 85 cool значит это стоит 8500 но я думаю вполне достойно. Pretty good surprise yeah right так ну и последний соответственно мы делаем шаги ну в смысле не последний а еще одним не дай бог это слово произнести тут у нас тоже попытки найти себя любимого калифорний калифорний контемпорари pretty cool и вот я иду 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 и вдруг раз по тормозам что-то в общем пахнуло чем-то красивым как вы думаете где я остановился ну вот угадайте вот с трех раз глядя вот на эту работу например ну хорошо давайте посмотрим на эту работу да ничего не напоминает а вот эту хорошо давайте найдем на имя Игорь Куценко правильно я правильно произнес да вот смотрите да вот наш постсоветский художник так сказать какое удивление обнаружить настоящую красоту вот в этом конечно божественном городке Беверли-Хиллс ну вот выглядите как мне повезло в принципе увидеть собрата по искусству и самое интересное я же увидел его гравюры вы посмотрите на этот это же для иллюстрации любого поэзии для любой книги а вот это вот какая замечательная работа причем это из двух досок да или как вы делали красное один блок но я его вырезал как один блок а потом перед печатью я эту часть вырезал и потом я их тушь наносил отдельно а потом перед тем как пробивать через пресс я их оставлял то есть очень интересно дайте еще гляну вот на вот эту замечательную работу а это книги с вашими я занялся сам издатом здесь можно да я гляну это интаглил то есть это все глубокая печать здесь это книжки это мы называем афорт да глубокая печать афорт гравюра сухая игла сухая игла вот так уважаемые любители искусства если вы сегодня не попали но не беспокойтесь через полгода будет еще одна выставка так что приходите с Игорем познакомитесь заодно мы же вам желаем успехов спасибо спасибо большое заходите на да кстати на фейсбуке на инстаграме есть его страничка заглядывайте пока еще одна еще один совет начинающим художникам или уже состоявшимся кто продает свои работы на выставке продавать нужно исключительно одно и то же вот например видите работы все в одном и том же ключе чуть светлее чуть темнее чуть желтее чуть краснее но в принципе идея понятна тогда покупателю гораздо легче выбрать работу которую он хочет иметь у себя дома если уже у вас там целая таблица Менделеева или энциклопедия просто психологически человеку трудно выбрать поэтому в этом смысле имейте ввиду на выставку для продажи выставляйте почти что одинаковые работы с некоторым исключением ну вспомните хотя бы Клода Моне который выставлял руанские соборы или там тополя вот вам пожалуйста результат умный был человек surprise surprise Hans Schwitter вы посмотрите на эту красоту что ничего необыкновенного я на этой выставке не увидел прейн мантис человек из швейцарии из кантона цюрих швейцарское качество да друзья это он сам кстати говоря сейчас мы посмотрим это был самый настоящий артист и художник вот смотрите на вот эту вещь какая фантастическая работа да в принципе да я как всегда говорил что Лос-Анджелес это бриллианты в стоге сена выищите и найдите очень утонченная работа Джошуа Алварес ну это в общем что something outstanding pretty cool yeah very genuine это у нас тут перепевы Пикассо как вы понимаете и прочих остальных ребят ну и пожалуй вот на этой яркой ноте мы и закончим наше путешествие в Беверли Хиллз форт-шоу по- Продолжение следует...